всем привет вы на канале the ride in my mind и я наконец тоже решил приобщиться к тому сообществу людей которые гоняют в гоночке на приставках на руле и вот мое приобретение долгожданная моя посылка t300 rs gt edition sport давайте посмотрим из чего состоят комплектующие совсем быстро пробежимся потому что из чего состоит коробка из чего состоит комплект и подключим все к моему тоже новоиспеченному кокпиту который я кстати расскажу в следующем видео как можете собрать сами за один день как это собственно сделал я поэтому погнали так давайте посмотрим пришла вот такая коробка большая и довольно таки увесистая открываем и первое что нас сразу встречают какие-то бумажки которые идут в сад и сразу нас встречает баранка от 1 мастера t300 по сути gt edition который я заказал она отличается только вот этим комплектом педали потому что в обычной версии идут педали только с тормозом из газа я именно смотрю так скажем в будущее и в дальнейшем я хочу приобрести и шифтер и уже подумывая замене этого рулевого колеса на спарковская трус мастера но пока для начала этого будет достаточно но в принципе здесь мы видим что здесь стандартные кнопки как на самом контроле ряд playstation но двое 2 кнопки share старт центральный кстати не нажимается я думал нажимается ну окей в баранке понятно так что у нас идет дальше дальше у нас идет так сам кабель но у меня поскольку живу в северной америке он рассчитаны на 100 120 вольт стоит раз 120 так это усилитель для тормоза который чуть позже я вам покажу как установить и я посмотрел 1 зарубежного блогера так скажем который занимается именно гонками всяким таким как правильно устанавливать по его мнению он говорит что это работает мы конечно попробуем не знаю ты ждать не буду это мой первый руль я не буду сейчас рассказывать интересных сказок о том как все классно круто поскольку это мой первый руль и я если честно еще дилетант и понятия не имею какого я играл раньше на рулях но именно своего и тем более такого как бы чуть выше чем хорошего у меня своего руля не так дальше быстренько это затягивать у нас крепление для самого руля и отложим в сторону так это также у нас для базы от руля идет так и вот наша сама база почему кстати т-300 по отзывам да потому что по отзывам и по отзывам от комьюнити и вообще почитав то что есть за эти деньги я конечно же хотел бы как и многие наверное любители автосимуляторов которые водят на рулях хотя бы фанатек или что-то типа того но для начала конечно это все-таки дороговато и я где-то хотел наверное немного сэкономить где-то еще что-то в общем в итоге мой выбор пал на т-300 ну разочарует он меня или нет я узнаю чуть позже но по отзывам и умеет знакомы которые пользуются честно я думаю что мне этого пока хватит с лихвой для гран-туризма и для каких-то остальных игр что-то типа drive club а или в дальнейшем я планирую купить project cars так ну и сам комплект педалей сам комплект педалей распакую ну выглядит достаточно увесисто такое достаточно легкое сцепление еще более легкий газ хотя примет нет полегче на газ чем чем сцепление и достаточно тугой тормоз что мне еще нравится что педаль тормоза такая довольно таки толстенькая да что не промажете по ней короче прикольно из трех педалей погнали устанавливать я хочу разобраться все-таки с комплектом педалей в общем чем заключался лайфхак про который я вначале видео сам рассказывал что человек пусков то есть вы за затягивайте полностью эту гайку и затягивайте полностью эту резинку и после того как затянули делаете ослабим немножко не поддается и делаете пол оборота как бы ослабляете эту резинку человек который испробовал почти все педали что есть сейчас на игровом рынке и все рули говорит что это один из лучших вариантов так ли это узнаем чуть позже так сзади у нас есть имеется такое отверстие в которое мы будем вставлять этот мод для тормоза так называемо так это будет выглядеть то есть при нажатии педали у нас у этого педаль идет полный свой ход до переустановки этой штуки педального моды уже чтобы прожать педаль тормоза полностью нам уже нужно гораздо больше усилия эта система так называемого квик релиза в котором как бы все понимающие и знающие люди угорают что нифига это не квик релиз также как и на том но если сравнивать например с тем же фанатиком еще чем то это конечно полная лабуда также на базе увидите вы можете переключаться между режиме playstation 3 playstation 4 playstation мод и также две кнопки на которые вы можете что-либо еще дополнительные забиндить в настройках вашей консоли компьютера или на чем вы собираетесь использовать эту базу окей движемся дальше рулевое колесо о котором я уже говорил устанавливаем его на базу все в принципе легко сзади резьба вы подсоединяете это все дело к резьбе вот таким вот образом сейчас мы посмотрим так и начинаем это дело все затягивать что у меня не очень получается вообще не получается вот опять же таки квик релиз я просто завошил и крутил не в ту сторону мне нравится как сделано лепестки и во многих обзорах я услышал что они какие-то громковатые но в принципе не скажу что они прям такие громкие но зато очень удобный окей давайте устанавливать это на наш кокпит и смотреть как это все будет выглядеть в игре гран туризма погнали установку я начну с педали как ведь я уже в принципе подготовился потому что я примерно знал размеры руля и как это все устанавливается дело потому что я прочекал все уже на ю тубе и на других каких-то сервисов окей кстати идею этого как пита мне подсказал один португальский форум где увидел как люди делают как пита без сварки из пвц труп или еще чего-то похожего конечно люди там и со сваркой делали выглядело прикольно я решил сделать сам и реально ребят это метод который которым вы можете воспользоваться и я расскажу в следующем видео как вот досконально грубо говоря как я это делал и за один день вы можете построить примерно такой же кокпит ну там уже дальше уже все зависит от вашей фантазии какой дизайн вы выберете для своего кокпита и так далее но это реальная тема работы так переходим к установке нашего блока отлично руль уже почти мы затянули пара поворотов видео шляпе принципе вроде держится здесь эта конструкция в один день не решит отвалиться очень типа того после того как мы в принципе все уже подключили я думаю теперь мы можем уже перебраться во что-то типа гран туризма и опробовать каково это я вам расскажу про свои ощущения опять же таки я повторюсь это мой первый руль я не дам вам какую-то оценку что типа это лучше чем фанатек или это лучше чем логи так g27 29 там трасс мастер т-150 неважно я просто расскажу свои ощущения я выбирал руль для себя средняя ну как это он конечно не средняя ценовая политика у этого руля он стоит около 400 долларов собственно я его купил где-то за 450 вместе с доставкой со всеми делами поэтому для игрового руля мне кажется это нифига не дешево посмотрим что нам трасс мастер не обещал и что есть по факту погнали и так вот я подключил руль включил трассу dragon trail гран туризма все кто проходил компанию гран туризма прекрасно знают эту трассу если вы проходили компанию потому что это одна из последних по моему миссии там пройти на определенное время на определенной машине на этой трассе и я помню когда у меня еще не было руля я на джойстике очень сильно запарился и долго не мог пройти и думаю что сейчас сяду и буду просто королем гонки но что-то я не король гонки если честно я скажу сразу вот у меня это первый руль мой именно да которым я и у меня вообще ничего не получается вообще ничего по рулю кругу вопросов нет есть вопросы к моему кокпиту к моему самолюбию и знаю почему еще но как выяснилось я если честно думал что да будет на руле вон вообще просто не в один поворот не вписываюсь не в один отдача у руля конечно жестко если вы теряете машину то вы ее просто потеряли и все безвозвратно руль начинает так хреначить что просто не вариант его удержать ну да как я уже сказал есть вопросы к моему кокпиту потому что меня сейчас немного раздражает труд но я думаю это все решаемо просто немножко прикреплю конструкцию немножко по-другому закреплю руль закреплю руль вот плане игры ну вот вы видите сейчас на экране что мы пытаемся хоть что-нибудь сделать я пока путаюсь не знаю почему вроде элементарная вещь с этими лепестками но я почему-то путаюсь пока вот мы прошли чисто даже honda nsx блин конечно это кайфово ребят если у вас контроллеры вы думаете что брать не или не вот опять улетел брать не или не брать руль это конечно клёво это вообще другая лига это круто но к этому делу надо приноровиться при том что я не регулировал пока ничего не педали то есть оставил все как есть подключил и вот просто сел попробовать вот грубо говоря моя вторая гонка первая прогнал чисто попробовал без камеры как она все работает не работает фидбэк и так далее сюда прикольно но блин круто но для этого круто надо научиться ездить круто это конечно опять просто вроде смотришь на youtube до всяких нам стримеров блогеров я не знаю ну или вообще кого угодно кто гоняет на этих рулях и выглядит все элементарно это безумие просто я думал что сейчас сяду включен ваш человек и просто там покажу свое лучшее время но вот опять зачем-то переключил передачу просто сейчас посмотрите скажите господи что это за нубище я бы сам себя надрал бы сейчас на контроле при том что я до этого до того как у меня появился игровой руль я использовал speed freak какая примочка которая помогает вам она крепится к левому контроллеру на вашем самому к самому контроллеру к этой к левой сиськи я не знаю как ее обозвать к этому стику вот она такая в виде дуги я думаю добавлю на монтаже как-то выглядит вот и с ней конечно стало намного удобнее но руль конечно ни в какое сравнение с этой фигней не идет руль это круто руль это отдача руль это драйв руль это эмоции вы покупаете эмоции за эти деньги трещащий кокпит меня конечно раздражает я не могу и пока толком я не приноровился вообще к вождению давайте посмотрим по поводу допустим на ездить ну вот чувствуется до руль начинает вибрировать и на песке руль начинает тоже по-другому себя вести вот на сейчас мы едем по такой дорожки по обочине да и он тоже вибрирует по-другому иначе странно постоянно меня руль не дает расслабиться постоянно то есть неважно еду я по прямой не по прямой не руль расслабиться не дает при том вот опять сейчас 60 километров в час остановлюсь есть вот два оборота кто-то мне нападал нет конечно это круто нечем здесь говорить это все реально круто давайте попробуем еще одну быстренько из заезд еще раз заехать может она может получше будет сейчас прям заезд вот всех заездов чтобы прям прочувствовать на победку у меня стоит любитель отключены помощники в плане пробуксовки но на переднем приводе это все равно никакой роли не играет особо с тормозами у меня есть кстати я убрал эту фигню я попробовал свою первую гонку этот блокиратор для тормоза и я его сразу убрал потому что у меня тормоз вообще никуда не идет то есть я меньше половины прожимает тормоза при не знаю давки в пол это конечно неудобно я понимаю что это сделано для того у кого abs отключен но пока я не настолько профи конечно чтобы показывать крутые результаты настолько вот просто надо по ходу под сбраску блин вот к начинаешь вруливаться во все это дело начинается недостаточная поворачиваемость в автомобиле на переднем приводе чувствуется вот опять же таки еще один момент к от играешь на контроллере для меня вот были все примерно машины одинаковые ну понятно что volkswagen volk для меня отличался там от ferrari enzo хотя бы тупо по мощности или еще почему-то но каких-то нюансов автомобиль я не чувствовал я свою первую гонку сейчас ну до того как начал снимать попробовал на nissan gtr nismo n400 или n500 какой-то и мне показалось я думал выберу сейчас машину недостаточно мощно выбрал nissan и мне показалось что он чересчур мощный просто чересчур хотя когда играешь на контроллере или еще на чем-то те кажется что тачка не едет вообще то есть тебе нет вот этого фидбэка у тебя нет этой отдачи всего такого а вот и опять улетаю ну просто профиль что смотрите учитесь ребят как делать не надо вот и на контроллере у тебя конечно совершенно другие ощущения другие эмоции для тебя все машины примерно одинаковые все происходит одно и то же сбавь здесь прибавь там на руле же просто как будто я не знаю первый раз жизни сел играть в эту игру при том что я по сути и уже все прошел жесть имеют все испытания прошу так мы выходим на последний круг заключительный на этом я думаю наш тест-драйв руля и обзор вообще будем заканчивать на сегодня что я могу в конце сказать да покатавшись немножечко на этом руле мне по кайф и наверное я правильно сделал что не стал сейчас горячиться и тратить гораздо большую сумму денег на более дорогой руль поскольку но хотя бы надо сначала научиться управляться с таким средненьким рулем как сейчас имеет вообще не получается пока я думаю за пару деньков я покажу мастер-класс научусь чему-нибудь по-нормальному водить и выложу все это дело на канал также зайдем в какую-то ежедневку и покажем там ребятам уровень и пока конечно я как в реальной жизни я пытался тормозить правой ногой да вот но сцепление понятно нам сейчас не нужно у нас на лепестках переключения все происходит ручной коробки нет и я смотрел большинство людей которые играют с рулем они как бы левой ногой тормозят правой газу я вот честно пока это как-то для меня много дико то есть по сути я каждый день ввожу автомобиль и как бы я не пользуюсь левой ногой для тормоз в игре это реально удобно но пока у меня с этим проблемы имеются явные ну-ка с таким видом поедем а что меня ведь что не не меняю надо только вот эту прокладку между рулем блин и сиденье менять походу да конечно позорно позорно я ожидал что я сейчас просто будут богом я думал сейчас сяду дрифт тут покажу вообще жесткий просто скажу кто кто в хате хозяин а что-то показываю кто хотела шара пока вот кэш фейл ни один поворот нормальный вашего вошел это жесть и так можно финишной прямой вроде да конечно мы могли бы приехать первыми если бы ехать совсем так по лайтовому в конце слепстримчик и пошел и вот даже на вот прямой чё так его колбасит я не совсем понимаю это странно ладно мы финишировали на этом я думаю буду заканчивать свой unpacking так скажем которую затянулся немного ждите следующего видео я вам расскажу как построить такой же кокпит как у меня наверное только с нюансом чтобы он не скрипел и так далее постепенно я конечно буду дорабатывать эти свои нюансы проблемки можно сказать его только вчера закончил вот спасибо всем кто посмотрел пишите в комментариях что вы думаете оставляйте свои советы буду рад прочитать что-то интересное прислушаться может у кого есть какой-то ну не может быть а много людей я знаю что у кого есть интересный опыт в плане управления этими рулями и так далее поэтому пишите комментарии ставьте лайк или дизлайк дизлайки тоже буду прислушиваться всем спасибо кто посмотрел до новых встреч пока